Данное видео строго предназначено для ознакомительных целей. Никак не реклама и не принуждение к применению анаболических стероидов. Синтетические аналоги мужских половых гормонов называются анаболическими стероидами. Основное действие анаболиков направлено на перераспределение жировой и мышечной массы под воздействием синтетических гормонов. Объем мышц, сила и выносливость увеличиваются. Благодаря своим эффектам анаболики нашли применение в медицине и спорте. Анаболические стероиды были впервые синтетизированы для применения с медицинскими целями. Назначение больным позволяет добиться таких результатов в лечении, как повышение аппетита, стимуляция обмена веществ, нормализация питания клеток, ускорение ситоза белка и новых клеток, увеличение массы тела, нормализация эндокринной функции организма, укрепление костей, увеличение числа эритроцитов. Анаболики назначаются в комплексной терапии таких состояний. Тотальное истощение вследствие ВИЧ, СПИД, тяжелых заболеваний или онкопатологии, восстановление после радио- и химиотерапии, после операционной реабилитации, медленное срастание переломов, остеопороз, тяжелая анемия, задержка роста у детей, нарушение полового созревания, отсутствие аппетита. Анаболические стероиды благодаря своей способности увеличивать мышечную массу нашли широкое применение в спорте. Их регулярное применение позволяет добиться быстрых и видимых результатов. Стероиды купить, а потом применить несложно, ведь они относятся к категории допинговых препаратов, эффекты от употребления синтетических гормонов, стимуляция роста и развитие мускулатуры, улучшение рельефности мышц, повышение выносливости и силовых характеристик, ускорение восстановления после тренировок, укрепление костной ткани, уменьшение массы жировых отложений. Синтетические аналоги гормонов, хотя и позволяют добиться быстрых результатов, однако отличаются также и широким спектром желательных и побочных реакций. Действие анаболиков полностью идентично природному тестостерону. Во время приема препаратов важно контролировать показатели крови и придерживаться инструкций по употреблению. Печень является главным фильтрационным органом человека. Без печени человек не может прожить и дня. Попадая в организм в таблетках или растворах, анаболики проходят ряд метаболических изменений в клетках печени, гипотоцитах. Длительный курс стероидов способен вызвать такие нежелательные изменения в структуре органа, как повреждения и разрушения клеток печени, искажение действия ферментативных систем, образование внутренних кровоизлияний, узловое перерождение печени, нарушение синтеза белка и факторов сворачиваемости крови, злокачественная трансформация органа, лекарственный гепатит, цирроз. Почки выполняют роль фильтра, который очищает кровь и выводит отходы. Жизнедеятельность человека. Влияние анаболических стероидов на почке опосредовано. Стимуляция синтеза белка косвенно может привести к увеличению размеров органа. Повышение давления напротив вызывает сморщивание почки и сокращение количества действующих клеток. Редкие вторичные явления включают в себя образование камней в почках, рост опухолей, появление крови в моче. Сердечно-сосудистая система. Переизбыток адрогенов сказывается также и на деятельности сердца и сосудов. Первичное увеличение толщины миокарда содействует повышению показателей выносливости и тренировности. Купить стероиды может каждый, но они могут вызвать необратимые нарушения структурно-сердечно-сосудистого аппарата. Среди нежелательных реакций наиболее частые такие, как нарушение утилизации холестерина, повышение риска атеросклероза и ишемической болезни сердца, повышение показателей кровенагодавления, изменение нормального ритма сердца, высокий риск инфаркта и инсульта, снижение функциональных возможностей сердца, нарушение доставки кислорода и питательных веществ клеткам, воздействие на иммунную систему, прием стероидов чревато ослаблением защитных систем организма, что чревато частыми инфекциями. Механизм негативного воздействия включает такие факторы, как уменьшение количества защитных веществ, лизоцима, факторов системы комплимент, интерфероны, кенины, снижение общего количества иммунных клеток, уменьшение главной иммунной железы тимуса, избыточное и неадекватное производство антител и разрушение ими собственных тканей. Нарушение психики. Тестостерон отвечает за конкретное поведение мужчин. Испыток гормона сказывается на структуре и функции нервной системы. Нервные клетки нейроны считаются самыми чувствительными к изменениям в организме, а нарушение их активности ведет к искажению высшей нервной деятельности. Негативное влияние стероидов на мозг и психику проявляется такими признаками, как снижение объема мозга и количества нейронов, повышение агрессивности, немотивированная грубость и критика, внезапные приступы нервного возбуждения и ярости, угнетение настроения, враждебность и раздражительность, депрессия, психозы, снижение памяти, концентрации и производительности работы, падение обучаемости, уменьшение творческих способностей. Тестостерон вызывает формирование вторичных половых признаков по мужскому типу. Злоупотребление анаболиками может оказать такое влияние на кожу и ее придатки. Гипертрофия сильных желез, сгущение кожного сала, извинение кожного покрова, снижение защитных функций кожи, образование угрей, избыточный рост волос на теле, преждевременное выпадение волос на голове. Вред от использования анаболиков связан с такими эффектами, как разрушение ферментов слезной жидкости, нарушение питания глазного яблока, изменение оттока жидкости, снижение активности фагоцитов, уменьшение локального иммунитета. В совокупности эти факторы могут привести к развитию инфекционных и аллергических заболеваний. Наиболее грозным отслеживанием считается стероидная глаукома. Патология заключается в повышении внутриглазного давления в результате нарушения оттока жидкости. Глаукома может привести к слепоте. Побочные эффекты от употребления стероидов. Особенности влияния анаболиков на женский и мужской организм, эффекты воздействия анаболиков на половую систему значительно разнятся у мужчин и женщин. Это связано с различными гормонами и структурными особенностями репродуктивного аппарата. Среди наиболее грозных нежелательных реакций после употребления анаболиков бесплодие. Влияние стероидов на организм мужчин. Тестостерон – главный половой гормон у мужчин. Концентрация его в плазме превышает таковую. У женщин – в 30 раз. Изменение показателей в сторону уменьшения или увеличения значительно влияет на всю половую систему. Вред стероидов для мужчин включает следующие проявления, как нарушение образования собственных половых гормонов, уменьшение сексуального желания, нарушение эрекции, преждевременное семяизвержение, уменьшение объема яичек, изменение структуры сперматозоидов, увеличение размеров предстательной железы, изменение состава секрета, простаты, повышение риска рака, простаты, бесплодие, увеличение количества жировых отложений в области грудной железы, гинекомастия, влияние стероидов на организм женщин. Женская фертильность зависит от концентрации эстрадиола и прогестерона. Под влиянием анаболиков женщина приобретает черты, свойственные мужчинам, эффекты мускулинизации и верилизации, уменьшение жировых отложений, снижение концентрации, увеличение клитора, нарушение менструального цикла, подавление эволюции, вплоть до полного отсутствия, уменьшение размера груди, атрофии и заболевания молочных желез, самопроизвольные аборты, бесплодие. Другой вред стероидов для женщин, не связанный с половой системой, включает в себя такие, как огрубение голоса и черт лица, избыточный рост волос на теле, облысение, летальный исход. Синтетические гормоны, прежде всего разработаны для медицинских целей, а безопасных лекарств не бывает. Не существует безопасных фармакологических препаратов. Нарушение дозировок и режима приема анаболиков способно вызвать различные побочные эффекты. Синтетические гормоны оказывают значительное влияние на мышцы, печень и сердце. Все ткани организма имеют рецепторы к половым гормонам и реагируют на изменение их концентрации в плазме крови. Первоначальный избыток анаболиков влечет за собой повышение сексуального желания и либидо. Несипедная жизнь улучшается, однако превышение рекомендательных норм гормонов или несоблюдение инструкции препарата чреваты импотенцией. Хорошая наследственность, правильное питание, индивидуальный режим тренировок и употребление спортивного питания делают значительный вклад в развитие тела. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok